Мур, привет друзья, с вами Зверько, а это обновленный гайд на Гассена. На видео будет турнирный бой от лица Дэнс Лакалм. Противники тоже не лыком шиты, сверх нагиба не будет, но правильную боевую тактику можно показать как раз на таких противниках. Итак, Гассен пережил и взлет, и падение, и возвращение в мету, недаром он закрепился в топ 5 убийц, и судя по изменениям, он там надолго. Гассен хорошо чистит лес, достаточно подвижен для ганга и успешного отхода, а все благодаря его навыкам, давайте пройдемся по ним. Пассивка, мастер кинжалов. Применяя навыки, Гассен получает стаки. Накопив три стака и ударив врага автоатакой, нанесем дополнительно 15% от потерянного здоровья цели, чистым уроном, а себе восстановим 80% от этого урона. Особо на исцеление пассивкой не надейтесь, слишком мало и редко, а вот чистый урон с руки будем использовать в добивании. Первый навык, бросок кинжала. Первое нажатие, и Гассен кидает клинок, нанося урон. Второе нажатие, и Гассен запрыгивает за спину противнику, опять нанося урон. Это универсальное средство инициации и перемещения. Второй навык, пытка кинжалами. Гассен раскидывает 5 кинжалов веером, нанося урон каждым кинжалом. Кинжалы пролетают сквозь противников. Повторное нажатие вернет кинжалы, опять нанося урон. Первое попадание, замедляет противника на 2 секунды. Закрепите. Первый урон больше, чем возвратный. Для убийства цели, надо выпускать клинки в упор. Ульта. Безумный накал. Гассен совершает телепорт, перезаряжая первые два навыка. Повторное нажатие ульты заставит Гассена сделать кувырок. Ульта дает огромную подвижность и вариативность Гассену. В этом его сила и его сложность. Прямо как с Фанни. В этом гайде пойдем по варианту сборки Дэнса. В ее работоспособности я мог убедиться за несколько боев против мификов 5 на 5 в одной команде. Дополнительная способность. Возмездие. А эмблемы магические, со вторым перком. Сборка. Берем топор второго уровня для леса. В ближайшем обновлении должны убрать штраф на опыт для лесных предметов. Для Гассена будет вообще сказка. Покупаем сапоги заклинателя. Нивелирует стартовую магическую защиту персонажей. Жезл молний. Вносит больше урона за одну инициацию, но перезарядка у него 6 секунд. Концентрированная энергия. Обычно я противник раннего исцеления, но это облегчит фарм леса Гассену и выживаемость в гангах на раннем этапе. Коса бедствия. Поскольку наши навыки должны перемежаться с ударами, коса будет вносить хороший урон. Кроме того, ее урон срабатывает вместе с нашей пассивкой. Зимний жезл. Предмет часто берут на Харли и Гассена. Он очень сильно помогает выживать, притом особо не просаживая по урону. Божественный меч. Пробитие, притом очень мощное, если у вас здоровье больше 70%. Тактика. На Гассене надо наигрывать игры, чтобы привыкнуть к такому множеству таймингов. Поскольку каждый навык можно использовать дважды. Вы должны чувствовать свое КД и время действия навыка для второго нажатия. Также обратите внимание, если вы воткнули нож в противника первым навыком, после чего использовали ульту, то нож в нем пропадет и для инициации надо будет втыкать еще раз. Комбинаций для инициации такое множество, что пока я перечисляю, вы просто запутаетесь. Поэтому обозначу основные тезисы. Первый навык это в основном инициация. Также вы можете покидать с его помощью поле боя, кинув его в крипа или лесного моба, подравшись и вернувшись к мобу. Второй навык это основной урон. Убийственная комбинация это в упор разбрасываем веером клинки, ультой переместимся по направлению бега противника, кидаем веер еще раз и тут же вернуть все клинки назад, нанося урон третий раз. Использовать первый навык надо по обстоятельствам, именно он помогает бросить клинки в упор, либо добить убегающего противника. Не забывайте играя за Гассена про автоатаку, поскольку это также немалая часть урона, благодаря его пассивке и кассе бедствия. Зимний жезл применяете, когда поймаете какой-либо критический урон. Ульта Харли должна схлопнуться, Хая Буса напрыгнул на вас или можете поймать долгий контроль. Так или иначе, этот предмет даст вам 2 секунды на раздумья и возможно за это время ваша ульта перезарядится. Стартовать скилловому Гассену удобнее с центра. Чистим волну, забираем баф, чистим волну и идем на верхнего краба, там же стараемся сделать ганг, но если противник не нуб, он может ожидать такой тактики, будьте осторожны. Далее все зависит от того, что происходит на карте боевых действий. На этом все, надеюсь это видео было полезным. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте про лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok